Настоящая черкешинка, так в личной беседе генеральный секретарь коммунистической партии Леонид Брежнев называл Марья Черкесову, встроенную горянку депутата Верховного Совета РСФСР, начинавшую свой рабочий путь со звеньевой совхоза Хабеский и ставшую впоследствии полным кавалером ордена трудовой славы. Знаменитую землячку на открытом уроке вспоминали ученики медицинского класса общеобразовательного лицея-интерната Ула Хабес. В числе гостей была и Фатима Даурова. У входа в школьный кабинет гостей встретила выставочная зона, представленная экспозицией с фотографиями, документами и книгами, раскрывающими жизнь и трудовую деятельность героини сегодняшнего занятия Марятой Носовной Черкесовой. Урок открыла учитель родного языка Элла Седакова. Доклады учеников 11-го медицинского класса отображали большую и проектно-исследовательскую работу, которую они провели вместе со своим наставником. Их выступления перемежались с воспоминаниями гостей о знаменитой труженице. Самое важное дело Марии Атмусовны в том, что она была организатором труда. Она все-таки была организатором. Она могла так людей собрать вокруг себя и так организовать труд сельскохозяйственный, что они получали вот здесь, в совхозе Хаббески, урожай, который гремел на весь Советский Союз. Вспоминали, как в 1972 году на одном из партийных съездов к Марят Черкесовой подошел тогдашний генеральный секретар Центрального комитета социалистической единой партии Германии Эрих Хонекер. Снимок с их дружеским рукопожатием сразу же появился на титульной первой полосе крупнейшего информационного издания ГДР «Ноэс Дойчланд». Этот выпуск газеты специально был передан из Германии в Советский Союз, а затем и на малую родину Марят Черкесовой в Хаббес, к Адресату. Марят Инусовна всю жизнь вроде бы занималась таким трудом, сельским трудом. Но на самом деле она была аристократкой духом, потому что ее личность, ее жизнь вся, она как раз-таки под определение аристократа подходит. Аристократ – это тот, который думает о людях. Формирование личности, не лишенной исторической памяти, не освобожденной от культурных традиций, ответственной за историческое прошлое, настоящее и будущее – это едва ли не первоочередная задача в настоящее время, считают организаторы уроков памяти, преподаватели и воспитатели лицея. Именно эту цель преследует и дочь Марят Инусовной Жанна Хомукова, которая переняла от матери благородный аристократический дух. Она восстановила 6 тысяч имен без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны. Ни одному историку это не удалось. В принципе, если бы она оформила это как диссертацию, она могла бы стать ее метод восстановления имен без вести пропавших солдат времен Отечественной войны, мог бы стать очень таким востребованным. Она могла бы получить степень любую, может быть, даже доктора наук, потому что сделан огромный труд. Причем этот труд она сделала не только для какой-то, начала, конечно, своей семьи, но она для всех жителей Карачао-Черкесии, независимо от их национальной принадлежности. Да что Карачао-Черкесии? Всех жителей Северного Кавказа. Такие личности, как Марят Черкесова, становятся примером для подражания. И когда молодое поколение изучает историю, в сердцах старшего теплится надежда, что достояние народа не будет утеряно или забыто. Фатима Даурова, Зарима Карданова, Вести, Карачао-Черкесия.